Что такое проект? Как правильно написать заявку на грант, чтобы ее одобрили? Кто может принимать участие в конкурсах Росмолодежи? Об этом и многом другом рассказала школьникам, эксперт Совета Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежь Гранты Яна Алексеенко на очередной классной встрече во Дворце детского творчества. Наша цель с вами – не написать проект, не сделать суперпруктуру заявку. Наша цель с вами – подумать, настроиться на то, чтобы можно было бы сделать что-то классное и крутое в нашем городе, чтобы вам было здесь интересно, чтобы вы захотели здесь остаться, и чтобы вы, может быть, на будущее сделаете что-то классное, и все есть какой-то вклад, и вам это понравится, и вы будете пропагандировать, в частности, и город в том числе. Яна Алексеенко работает педагогом-организатором в лицее номер 15. Уже более трех лет она участвует в различных грантовых конкурсах, готовит заявки и описывает проекты. Я начала заниматься грантами с университетской скамьи. Тогда впервые началась вот эта волна грантовых проектов. Это было действительно очень интересно. Нас заставляли даже, в частности, в этом участвовать. Потом я поняла, что это хорошая правная точка, это хороший опыт, и решила активно заниматься этой деятельностью. Школьникам Яна предложила выбрать особо значимую проблему для города, которую можно решить с помощью финансирования. Затем ребята стали поэтапно заполнять заявку на грант в соответствии с стандартам и правилам конкурса «Росмолодежь-гранты». Среди ребят действительно есть потенциальные классные зажигательные ребята, у которых все шансы есть для того, чтобы победить в «Росмолодских» проекте и впоследствии реализовать проект. Я готова каждому из них помочь, чтобы у нас с ними все получилось, и мы принесли маленькую победу в наш маленький город. Разнообразие идей проектов, выдвигаемых школьниками, было поразительным. От организации политических дебатов до создания специально оборудованных площадок для танцев и даже выездных образовательных интенсивов. Встреча была очень интересная. Яна Дмитриевна в краткие сжатые сроки рассказала самую главную информацию о написании грантов конкурсов и в том числе дала идеи для создания собственных проектов. Классную встречу завершила муниципальный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Лидия Савишина. Она вручила Яне Алексеенко благодарственное письмо, отметив ответственный подход к вопросам воспитания молодых саровчан. А ребята, в свою очередь, ушли с огромным багажом новых знаний по финансированию своих проектов. Ксения Крапивина, Руслан Лапшин. Объединение журналистика Дворца детского творчества для службы новостей Саров-24.